Приветствую вас! Вы на канале, который первоначально был назван «Психическая сила и духовность». Вообще на канале много всего, но по сути всё посвящено этой теме. Сегодня у нас тема медитация. И пусть это будет медитация на исполнение желаний. Кстати говоря, что такое медитация? Медитация – это такой поток, который позволяет человеку расслабиться, который позволяет человеку расслабить своё тело, позволить расслабиться уму и активировать или активизировать его высшее «я» или подсознание. А может быть и то, и другое. Для того, чтобы в этом состоянии спокойствия, собственно говоря, личность, подсознание, высшее «я», тело, находило и нашло самые наилучшие способы достижения желаний, исполнения их. А может быть даже дело и не в способах. А в каких-то волшебствах мы иногда не можем знать, каким способом мы чего-то будем достигать. И может быть это и не важно. Потому что когда в подсознание попадают установки или образы, ещё лучше как-то образы, наверное, может быть, это зависит от типа мышления человека, может быть, даже от эмоций. Когда в подсознание попадает исполнение, вот пребывание человека уже исполнившимся, его желание, то тогда обязательно как-то к этому жизнь приведёт. Поведение ли приведёт, события ли какие-то приведут, ситуации ли какие-то. Но обязательно желание и желание исполнится. Поэтому задача медитации будет состоять в том, чтобы расслабиться. Расслабиться и погрузиться в состояние транса. Что такое транс? Транс – это то состояние, когда мы, в котором вообще пребываем. Ну, например, если едем в автобусе и о чём-то задумались, а потом мы не можем понять, о чём мы думали. Да, какой-то вроде бы поток шёл, мыслительный. А по сути, это было трансовое состояние. Ум отдыхал. Это было состояние расслабления. Собственно, это и есть самое наилучшее ресурсное состояние, в котором все духовные, душевные и другие устремления на исполнение желания и начинают наиболее активно работать, приводя к исполнению желания, к воплощению. Мы можем сейчас позволить себе или лечь, или сесть, ну, как-то так, чтобы тело почувствовало себя расслабленным. Можно даже прочувствовать, как вдруг начали расслабляться прямо сейчас. Ступни ног, мышцы спины, мышцы лица, руки. Вы уже почувствовали расслабление по всему телу. Тело расслабляется. Оно расслабляется и отдыхает. Пусть расслабится сейчас ум, пусть он тоже отдохнет. Продолжая расслабляться, мы попадаем в особое состояние. Состояние, в котором наше подсознание работает. Оно слышит, и оно понимает, каким желанием мы даем сейчас дорогу для исполнения. Мы даже можем пожелать или захотеть, чтобы что-то исполнилось скорее, что-то из наших желаний самым и лучшим, может быть, каким-то удивительно радостным способом. Мы можем расслабиться еще сильнее. Расслабляются, прочувствуйте, щеки, расслабляются кисти рук и пальцы рук. еще лучше расслабляются мышцы ног, мышцы спины. Ум отдыхает. Мы сейчас можем попробовать сформулировать каким-то самым наилучшим способом или самой наилучшей формулировке какой-то из своих желаний. И пусть это сформулируется так, чтобы организм прочувствовал состояние радости. Вот это желание, когда оно исполнится, даст мне огромную радость, удовлетворенность собой, больше счастья, может быть, больше уверенности, может быть, какой-то веры в свою везучесть и счастливость. Что это за желание? Может быть, желание не может сформулироваться сейчас каким-то самым радостным, наилучшей формулировкой. Тогда можем просто еще глубже расслабиться и просто знать о том, что наша душа, высшее Я, знают это желание и довериться тому, что сейчас активизируются все ресурсы, все ресурсы в подсознании, все наши ресурсы, умения, везения, весь самый наилучший и подходящий для того, чтобы желание исполнилось как актив самого успешного в нас и просим подсознание составить эту комбинацию из-за этих наших успешностей, ресурсов для того, чтобы это помогло стать счастливым в исполнении желания. может быть желаний несколько и какое из них исполнится первым, а может быть и два сразу, а может быть и несколько одновременно, это выберет подсознание, потому что бывает такое, что что-то кажется приоритетным или второе желание, которое кажется, что оно важнее, на самом деле зависит от исполнения в первую очередь какого-то другого желания, оно создаст базу. Пусть наше высшее я, наш глубинный разум, душевный, духовный разум, наше подсознание само изберет, что исполнит в первую очередь самым наилучшим образом. И как начнет выстраиваться цепочка этих везений, успешности, счастливости? О чем? О любви, о деньгах, о том, что люди называют самореализацией, талантов, воплощения, желаний, талантов? Пусть активизируются самые наилучшие ресурсы, все самое наилучшее. Может быть, вера в себя, может быть, вера в умение что-то делать успешно, результативно, достигать, быть лидером. Может быть, вспомнится что-то очень успешное, очень везучее, и не имеет значения, в каком возрасте это получалось. Может быть, даже тогда, когда мы самый первый раз сходили в магазин и сами купили, сами приобрели и были очень счастливы, горды, довольны собой и почувствовали, что это какой-то новый этап нашей жизни, новое качество нас, успешных, самостоятельных, счастливых, умеющих. Может быть, это будет воспоминание о какой-то невероятной удачливости. И это тоже было следствием каких-то настроев, настроений. И пусть активизируются эти настрои и настроения для того, чтобы повезло в деньгах, в любви, в каких-то тех материальных, может быть, желаниях, о которых вы сейчас формулировали свои желания. Я не могу знать о том, какие желания вам нужно реализовать, воплотить в жизнь, обрести, стать, чтобы стать счастливым, радостным, удовлетворенным и довольным и собой, и жизнью, и ее новым качеством. Что должно воплотиться? Может быть, это желание о здоровье, улучшение его, восстановление здоровья. Может быть, не согласно, а вопреки мыслим о здоровье или своей везучести. пусть будет наилучшим способом, пусть это будет самым удачливым, самым счастливым способом реализации достижения желания, исполнения, воплощения, желания или желаний. Тело расслаблено еще больше. сознание отдыхает, а подсознание сейчас вместе с высшим я уже знает, как оно решит наши задачи, наше желание. И когда мы окажемся в этом новом статусе счастливых, удачливых людей, у которых исполняются желания, мы обязательно почувствуем себя тоже по-другому. И будем обращаться к таким способам медитативно-трансовым, может быть, еще для исполнения каких-то, еще каких-то своих желаний. Вы можете начать выходить из трансового состояния. И еще до того, как вы выйдете в него, вы почувствуете, что в этом трансе что-то произошло, что-то обрелось. И ваш настрой будет на успех, на радость, на счастье, на любовь. Начните входить в состояние здесь и сейчас, хорошо прочувствовав свое лицо, то, как оно набирает тонус. Свои руки, свои ноги, прочувствуйте тело, вспомните свою походку, которая вам нравится. Вспомните все, все то, что вам нравится в себе. И вспомнив это можете делать свои дела, желание исполнится самым наилучшим образом. Возвращаясь в здесь и сейчас, обретаете или входите в наилучшее состояние для того, чтобы продолжать делать дела, жить счастливо, в хорошем, радостном состоянии. Желание исполнится. С вами была Валентина Мельникова. Редактор субтитров